И к другим новостям. Неделю боевой готовности объявили в вооруженных силах Казахстана. В течение нескольких дней офицеры будут проверять системы оповещения и оценивать выучку солдат. В планах также различные тренировки, в том числе многокилометровые марши и стрельбы. В целом интенсивность боевой подготовки казахстанских военнослужащих за последний год выросла на 16%. В будущем ее продолжат наращивать, а еще Министерство обороны обещает закупить новое вооружение и внедрять в армии современные цифровые системы. Рауль Габитов с подробностями. Цифровые технологии в казахстанской армии давно не редкость. Вот одна из новинок – система виртуальной реальности. С ее помощью военные могут детально анализировать любую местность и планировать спецоперации на основе полученных данных. Разработали в вооруженных силах и голографическую карту. Она не только отображает местности, расположение техники и солдат, но и как в компьютерной стратегии моделирует различные ситуации. Представлено на определенной конкретной местности, в нашем случае на территории учебного полигона, действия наших войск и предполагаемое действие противника. Для того, чтобы визуализировать это изображение в трехмерном пространстве, имеются вот такие 3D-окуляры, есть сенсоры, которые реагируют на эти окуляры. Соответственно, получается 3D-изображение. И военнослужащие, одев эти очки, получают трехмерное изображение. Оборонная промышленность в стране набирает обороты. Работают в этом направлении несколько предприятий. Производят они средства связи и наблюдения, автоматизированные системы управления войсками, боевые модули, средства радиоэлектронной борьбы, системы авионики, морские и гражданские системы управления. А еще на базе заводов модернизируют и собирают военную спецтехнику. Идет поэтапный процесс перевооружения вооруженных сил, в том числе техникой отечественного производства через гособоронзаказ. На сегодняшний день гособоронзаказ доли отечественного производства в госгосударственном оборонном заказе составляет 50, более 50 процентов. За отчетный период Министерство обороны, то есть вооруженные силы, получили более 500 единиц военной техники, 50 единиц техники отремонтированы капитально. Знакомьтесь, «Орлан» – бронированная колесная машина отечественного производства. Предназначена она для разведки. Машина обладает большим дорожным просветом, а ее броня соответствует третьему уровню защиты стандарта НАТО. Выдерживает броневик взрыв противотанковых мин и атаку бронебойными пулями. Жара и мороз ему тоже не страшны. Основной нарудной является НСВТ Николаевского танкового 12-мм и спарный пулемет Калашевского танкового 7-62-мм. Основным экипажем является три человека, командир машины, механик-водитель и наводчик-оператор. Весь машина составляет 13,5 тонн, а в боевых 16 тонн. И сзади расположено 6 десантных. Но гораздо больше внимания в Минобороны уделяют не технике, а людям. Повышают, например, качество образования будущих офицеров. В прошлом году в военных вузах страны появилось 11 новых специальностей. Набор абитуриентов тоже увеличили и сократили количество квот для обучения за рубежом. Подготовку проходят и бойцы территориальной обороны. Это обычные военнообязанные жители, которые числятся в запасе. Для занятий их собирают два раза в год. В Министерстве обороны разработали концепцию развития вооруженных сил на ближайшие 7 лет. Внимание в ней уделили каждому из подразделений. Сухопутным войскам силам, воздушной обороны и военно-морским силам. Все это в совокупности продвигает страну в глобальном рейтинге. По данным международных аналитиков, вооруженные силы Казахстана сегодня самые мощные в Центрально-Азиатском регионе. Рауль Габитов, 24КЗ.